К старту нового учебного года готовятся и спортивные школы. В среду приемочная комиссия в составе специалистов городской администрации, сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС посетила физкультурно-оздоровительный комплекс на улице генерала Хлебникова. Здесь располагается 9-я спортшкола Олимпийского резерва. Основные моменты, на которые наша комиссия обращает внимание, конечно же, это наличие программ, по которым будут заниматься дети, это наличие всех документов, это наличие всех расписаний, в том числе и документы на тренерский состав, чтобы мы понимали, что тренера готовы к работе. Бессловно, очень важное внимание уделяется безопасности, в том числе и тренировочного процесса. Именно поэтому представители Росгвардии проверяют систему охраны сигнализации. Последием позже надзора смотрят пожарную сигнализацию, с тем, что мы понимали, что учреждение в целом готово к проведению работы. Ну и, конечно же, мы проверяем готовность школы к отопительному сезону. В школе работают три спортивных направления – гимнастика, карате и карате-спорт глухих. Регулярно проходят масштабные даже по общероссийским меркам соревнования. В течение всего года здесь проходят учебно-тренировочные сборы для спортсменов со всей страны. Здесь проходили соревнования чемпионата ЦФО Центрального федерального округа. Здесь проходят соревнования всероссийские, очень большого уровня, до 50 регионов приезжает, до 700 человек спортсменов участвуют. Также здесь проводили соревнования первенства России по виду спорта, карате, спорт глухих. На подготовку к новому учебному году спортивная школа потратила 300 тысяч рублей. На эти средства переоборудованы узлы учета тепла и выполнены внутренние косметические работы. Назрела необходимость более крупных вложений. Это пока не срочно, но повод для мэрии взять ситуацию в работу. В прошлом году нам сделали крышу над большим спортивным залом. Было выделено из города 3 миллиона рублей. Это очень хорошо. Но есть еще вторая половина сооружения, которая нуждается в ремонте опять капитального крыши. Надеемся, в следующем году у нас это будет совершено. Кроме того, нужен новый ковер с помостом для выступлений гимнасток. Обо всем этом в спорткомитете знают и учтут при распределении средств в будущем году. На сегодняшний день в Иванове приняты 5 из 10 муниципальных спортивных объектов. Все проверки завершатся в течение двух дней. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.